Девушки отдыхают О, а вот это вот и здорово проповедствует Я хочу пригласить тебя туда, где люди летают, как птицы А это куда? А вот секрет Ты закрой глаза и не подглядывай А я приведу тебя туда, куда нужно Вот это ж ничего себе Миша, как мы сюда попали? А вот пусть это останется моим секретом Все, Милан, давай не будем тратить дело на диалоги Ведь умещим, как говорится, первым делом самолеты Чтобы спрыгивать с самолеты Типа зонтик Дернется за кольцо и он распустится Ну, чтоб можно увидеть вид с высоты Когда человек прыгал с самолета Выдергивает качаку из гранаты Ну, а сам летит Средство, которое помогает людям летать Железная птица Ну, что-то близко с этим Это как машина, только это очень большое Шуя, оно с крыльями и с хвостом И летает в небе Я сейчас нарисую и покажу У него ложится камень Нажимается на другую сторону И камень далеко летит Окно открывается сверху А пружина выталкивает все идеи с человеком И влетает парашют Похожа штука, которая на ложку И в нее что-то зарезают Заряжают как-то Какой-то рычаг нажимают И оно вот так летит Говорит, в какие места заходить В поезде или в самолете Она ходит по самолету И смотрит, все ли хорошо Она еще может разносить еду Орешки, сухарики, чипсики Кофе, сахар Курочка там, рыба Как вы поняли, я решил показать Милане Витебский аэроклуб ДСААП Имени Горовца Совсем недавно ему исполнилось 90 лет Это хороший повод познакомиться с его историей Чтобы сесть в настоящую кабину вертолета Нужно серьезно подготовиться Теоретические уроки занимают более 40 часов А где мы находимся? Мы находимся в классе конструкции и эксплуатации вертолета МИ-2 Витебского района ДСААП имени Горовца Мы здесь смотрим, как устроен вертолет Различные агрегаты важны Которые непосредственно применяются В процессе полета При подготовке к полету В процессе взлета, полета и посадки А скажите, как подходит подготовка перед полетом? Перед полетом, прежде всего, проходят летчики Медицинский осмотр И проходят класс предполетной подготовки Где обсуждают карту погоды Район полетов и полетные задания А что это такое? Это двигатель сердца вертолета ГТД-350 Мощностью 400 лошадиных сил На вертолете МИ-2 Таких двигателя два Левый, правый А зачем на вертолете два двигателя? Два двигателя Это, прежде всего, безопасность полетов Над городом, на доселенных пунктах В случае отказа одного из двигателей Вертолет может лететь на одном работающем двигателе Ученик, который учится без желания Это птица без крыльев Кто-то умный мне такое говорил Авиамоделирование Это не просто создание летательных или других аппаратов Это особый стиль жизни и творчества наших сверстников Раньше такое увлечение встречалось чаще В наше время оно выглядит очень уникально и необычно Приходят и от семи лет, начиная, и приходят уже взрослые, практически совершеннолетние дети Которые хотят заниматься моделизмом И усидчивые, и непосредливые костяк всегда есть Которые достигают уже определенных результатов В авиамодельной секции Витебского аэроклуба ДОСААФ Проходят занятия для тех, кто горит идеей и желанием создавать летательные аппараты Авиамодели и не только Я очень люблю историю, композиции, сюжет составляю сам Единственное, что некоторые моменты по, скажем так, столярным, слесарным моментам Где-то что-то подправить, еще что-то обращаюсь Занятия в секции помогают узнать мир техники во всей красе Ребята включают смекалку, техническое мышление и, конечно же, терпение Все это проходит под чутким наблюдением и поддержкой руководителя секции На первый раз я сделаю за него, а потом добьюсь того, чтобы он сделал это сам И это будет лучшая для него награда, что он сам смог сделать так же, как я Некоторые отдельные товарищи уже лучше, чем я Участие и победы в конкурсах – то, что мотивирует каждого мальчишку Собирается это, ну, с учетом того, что это довольно небольшая модель, не так уж и долго Сама модель красится, она, конечно, дольше, потому что здесь применены разные эффекты Очень сложно воссоздать именно на моделях, на диорамах какие-то внешние факторы, например, пыль Азарт, драйв и приятное волнение сполна оправдываются признанием и наградами Увидеть свою модель где-то на фотографиях, на каких-то сайтах, интернет-ресурсах И похвастаться перед кем-то, даже сказать, вот это моя модель, вот я занял такое-то место Это тоже большой мотив, повышает самооценку и дает, опять же, стимул к развитию Люди, авиатехника и небо, то еще создается история аэроклуба В обновленном музее Витебского аэроклуба ДОСАФ представлены модели летательных аппаратов Которые в свое время эксплуатировались Это первый советский серийный вертолет Ми-1, самолет Ан-2 И в настоящий момент с 1979 года эксплуатируется вертолет Ми-2 На стене представлены наши герои, выпускники Витебского аэроклуба ДОСАФ Первым героем стал Александр Константинович Горовец Уникальный летчик, сбивший в одном воздушном бою 9 самолетов противника В честь его был назван наш аэроклуб Здесь также установлены макет аэродрома Куковячина Где представлены различные миниатюры Помещение штаба, помещение командно-диспетчерского пункта управления полетами Непосредственно стоянка вертолетов Подробно изучив учебную литературу и историю аэроклуба Мы решили идти дальше Точнее на улицу, где маленькие авиамодели из музея Стали большими крылатыми птицами А эти вертолеты еще могут летать? Эти вертолеты из самолетов летать не могут Они уже выработали свой календарный ресурс Они могут только вот так вот красоваться в музее Чтобы дети все приходили, смотрели и восхищались ими Какие модели вертолетов и самолетов здесь представлены и почему? Вертолет Ми-1, первый советский, серийный вертолет Вертолет Ми-2, который эксплуатируется с 1979 года по настоящее время Самолет Як-52, на которых летчики осваивают первоначальное обучение Проходят и осваивают фигуры высшего пилотажа А сколько весят вертолет и самолет? В зависимости от топливной нагрузки и количества принимаемых на борт пассажиров Взлетный вес составляет от 2 до 3,5 тонн Вертолет Ми-2, Ми-1 А их не украдут? Нет, не украдут Чтобы украсть, нужно уметь запустить, взлететь и оторваться от земли А где научиться ими управлять? Чтобы научиться управлять, нужно поступить в военную академию в городе Минске Авиационный факультет Первый курс проходит обучение там теоретическое Ну а второй курс, третий, уже приезжают к нам курсанты, ученики И начинают проходить первоначальную подготовку на вертолете Ми-2 Кто работает пилотом, не боится тот высот И еще он очень смелый, сам ведет свой самолет И таких пилотов смелых уважает высота Быть пилотом – это дело В путь вперед и от винта Почему вы стали пилотом? Нравится авиация, вот решили стать пилотом А можно ли девочкам стать пилотом? Можно Можно и девочкам, и мальчикам, но для этого надо хорошо учиться У нас вот в Беларуси открылась сейчас Белорусская академия гражданской авиации Выучиться, и тогда станешь пилотом А правда ли, что бывают пилоты-спортсмены? На базе нашего Витебского ароклуба есть вертолетный спорт И можно стать пилотом-спортсменом с 18 лет Как сюда попасть? Я сюда попал изначально как спортсменом, пилотным спортсменом тоже Занимался вертолетным спортом Для этого тоже был определенный отбор То есть мы сначала учились, потом сдавали экзамены Занимались чисто спортивными полетами Соревнования по вертолетному спорту – это оттачивание навыков каждого пилота То есть в каждом программе, в каждом упражнении отрабатываются элементы техники пилотирования Такие как полет на точность и выдерживание определенных этапов полета Это полет на малой высоте, развозка грузов, слалом и мастерство, и навигация А можно посмотреть вертолет? Пойдемте! А что это такое? То есть вот это? Вот это – это авиагоризонт Поэтому прибор выполняется пилотированием вертолета в облаках или в ночное время суток А это как называется? А это ручка управления Вертолет с помощью этого пилотируется А вот это – радиостанция А зачем она нужна? Чтобы разговаривать с руководителем полетов Вообще в вертолете много очень разных систем, которые пилот должен все знать и учить Как вы так ровно становите вертолеты и самолеты? С помощью тренировок Чем опытнее пилот, тем точнее он садится А нужно их становить? Это на какую кнопку нажимать, чтобы становить их? Чтобы вертолет стоял на земле, можно достаточно поставить на его тормоз И вертолет никуда не покатится А сколько надо тренироваться до первого полета? До первого полета 15 часов самостоятельного полета Ну вообще, летчик всегда тренируется и совершенствует свои навыки и умения А если ноль топлива, то он больше не может ездить? Больше лететь не может вертолет без топлива А если когда он летит и топлива уже нет, то что-то... Вот для этого пилоту надо хорошо учиться И не допускать такого, чтобы у него в полете заканчивалось топливо Чем дольше я находилась в аэроклубе, тем больше мне хотелось увидеть мир с высоты птичьего полета Да, а мне самолеты все больше напоминали птиц Которые приземлились, чтобы немного отдохнуть перед следующим полетом Мы лебеди, самые большие водоплавающие птицы При этом крайне грациозные и величественные В полете мы выглядим так же эффектно, как и при плавании Еще мы рекордсмены по числу перьев На теле взрослой птицы их около 25 тысяч И они нас очень греют Вообще, устойчивость к морозам – это про нас Главное – найти водоем, который не замерзает Ну, и покушать посытнее тоже хорошо было бы Мы питаемся растениями и растительными веществами Поэтому, пожалуйста, не кормите нас хлебом Люди любят, связывая с нами добрые приметы А мы рады нести добро и радость Мы хотим, чтобы, глядя на нас, вы улыбались И помнили, что из гадких утят вырастают прекрасные лебеди Когда что-то ломается, мы стараемся это починить Или ищем тех, кто поможет нам это сделать Ну, что же делать, когда технике нельзя ломаться, а наше в небе Только своевременные техосмотры Воздушные суда обслуживает инженерно-технический состав В данном помещении проводятся регламентные работы В зависимости от вида того агрегата, который непосредственно нужен Либо пройти контрольный осмотр, либо провести какой-то текущий внеплановый ремонт Либо замену Перед каждым полетом существует схема осмотра По которому нужен летчик пройти и посмотреть вертолет Отсутствие течи, каких-то жидкостей Наличие всех исправных агрегатов, скажем так И он должен по кругу пройти вокруг него И потом уже после этого начинать уже производить непосредственную подготовку к полету У нас есть секция парашютного спорта, в которой могут прыгать спортсмены с 15 лет Также у нас есть секция по вертолетному спорту, где спортсмены занимаются 16 лет И секция по авиамодельному спорту Там бы как бы ограничений уже по возрасту возрастных нет Больше двух десятков спортсменов были чемпионами мира Также чемпионами Советского Союза На данный у нас момент пилоты международного класса Участвовали в мировых соревнованиях Я сам впервые летать начал в этом аэроклубе Спортсменом сначала, потом закончил училище инструкторов авиации ДСААФ Связал свой СУЗБУС с военной авиацией Сейчас военный летчик первого класса Но спорт все-таки тянет Аэроклуб – это не только авиатехника, которую мы уже досконально изучили Это еще и прыжки с парашютом, которым также нужно старательно и терпеливо готовиться Когда начинается сезон прыжков с парашютом? Начинается вообще в мае, а заканчивается в октябре Как вы стали парашютистом? Как все дети, я пришел в парашютный кружок, увидел парашют, мне он очень понравился И вот так вот я стал заниматься парашютным спортом А ваши родители разрешали вам? Ну, мой папа был военнослужащим, он тоже когда-то совершал прыжки с парашютом Поэтому, как бы вопросов у них и не возникло А с какой высоты прыгают? В зависимости от разных упражнений, есть разные высоты То есть можно совершать прыжки с парашютом и со 100 метров А также можно совершать парашютные прыжки и с высоты 5-6 километров А как готовиться к прыжку? Сначала проходит теоретическая подготовка в классе, инструктора занимаются с ребятами А затем переходят к наземной подготовке Есть специальные тренажеры, на которых отрабатываются все элементы парашютного прыжка Мы находимся в макете самолета АН-2 Сначала здесь, в макете самолета, отрабатывается отделение от летательного аппарата Отделение от самолета производится следующим образом По команде «Приготовиться» парашютист встает левой ногой на левый нижний обрез двери Руки ложат одну руку на запасной парашют, а вторую ложат на кольцо основного парашюта По команде инструктор «Приготовиться» он занимает положение на отделение от летательного аппарата И когда инструктор дает команду по плечу и говорит «Пошел!» Парашютист мощно отделяется вперед, в сторону хвоста под 45 градусов «Пошел! Пошел!» И раз, опа, сел Давай мы застегнем ножные обхваты, чтобы ты не вывалился у нас А что это там делать будет? По запасочку будем цеплять, нет? У нас мешание не поместится там После того, как парашютист отделился от самолета Отсчитал положенное время, сказал 521, 522, 523 Парашют у него должен раскрыться Он поднимает голову, смотрит на купол Все ли в порядке? Если все в порядке Если все в порядке с парашютом Он осматривается в небе, смотрит вокруг воздушное пространство Не приближается ли он к другим парашютистам Смотрит приблизительно, в какую сторону он приземляется Все в порядке, приземляется на аэродром Значит, ему необходимо разблокировать прибор на запасном парашюте То есть он опускает голову, берет вот эту красную стропу и вытаскивает ее Если с куполом все в порядке, то запасной парашютный прибор сработает просто в холостую Потом парашютист отрабатывает приземление здесь Он берет стропы управления, которые находятся вверху Ну, конечно, для тебя это еще рановато И разворачивается по ветру Подтягивает левую или правую стропу, чтобы он развернулся по ветру И чтобы набегающая земля была впереди Обязательно отрабатывается приземление Парашютист становится на край лавочки Делает ступни вместе Коленки вместе Руки поднимает вверх И по команде прыжок отделяется от лавочки И отрабатывает, чтобы у него ступни и коленочки приземлялись одновременно Из чего сделан парашют и как его собирать? В конструкцию парашюта входит вытяжное звено Такой вытяжной парашют Стреньга Камера, в которую укладывается основной купол Основной купол парашюта Стропы Стропы Подвесная система и ранец В который укладывается всякая конструкция А в ранец все это влезает? Конечно В ранец влезает Потому что сначала укладывается в специальный мешок Затем укладывается на дно ранца Здесь показан уже уложенный парашют Основной, запасной Специальный прибор Который, если не открывает парашютист сам Прибор срабатывает и самостоятельно открывает основной купол О, а можно померить? Конечно можно Давай попробуем Тяжелый? Держись Это вот основной порошок И вот здесь вот пристегивается на специальные скобы Запасной Для того, чтобы не повредить случайно голову Одевается вот такой специальный шлем Ну ладно, летчик Ну что, к прыжку готовы? Да! Прыжок с парашютом Это возможность насладиться незабываемой красотой С высоты птичьего полета Стремительность и свобода полета Восторг, неподдельная радость и море адреналина Все это чувствует человек Свой первый прыжок с парашютом Удивил ты меня, Миша, так удивил Настроение еще лучше стало Обращайся, Милана Я бы с удовольствием сходила куда-нибудь еще Договорились Прямо с самого утра На работу мне пора На места спешите Рулия водитель Раз в эти стороны еду я по городу Да, 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 да У-ля-ли-руль Ля-ля рулит, ля-ля рулит, ля-ля-ля У-ля-ли-руль, ля-ля рулит, ля-ля рулит, пи-пи-пи-пи У-ля-ли-руль Ля-ля рулит, ля-ля рулит, ля-ля-ля У-ля-ли-руль Ля-ля рулит, ля-ля рулит, ля-ля-ля Ух ты жка! Ух! Ля-ля Заходите веселей Мы поедем всех быстрей Я не на матрасе Еду я по трассе Я нагадоблю в пол на зелен светофор Да, 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 да У-ля-ли-руль Ля-ля рулит, ля-ля рулит, ля-ля-ля У-ля-ли-руль Ля-ля рулит, ля-ля рулит, пи-пи-пи У-ля-ли-руль Ля-ля рулит, ля-ля рулит, ля-ля-ля У-ля-ли-руль, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля-ля Это леда на такси прокачу, попроси У-у-у-у-с Ля-ля На диване новеньком, я на всем готовенько Вот и руль, вот сигнал, и вперед я погнал У-ля-ли-руль, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит У-ля-ли-руль, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит У-ля-ли-руль, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля-ля У-ля-ли-руль, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля, рулит, ля-ля, ля-ля, ух-тишка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok